Так, не знаю, Бубр... Чё там Бубр выпустил? Сони опять опозорились. Окей, давайте глянем. Здравствуйте, дорогие подписчики, и признаюсь честно, я не планировал делать... Хе-хе-хе-хе, классный гейф. ...это видео, потому что вся эта тема с повесткой уже конкретно задолбала, и казалось бы, ну месяц назад было видео про Сони и Конкорд. Неужели они смогли опозориться ещё... А почему он использует музыку Грута? ...эщё раз за такой короткий промежуток времени. К счастью, для нас да. И я совру, если скажу, что меня не порадовал их очередной межгалактический абсёр, который мы с вами сегодня обсудим. А бонусом мы разберём новый скандал вокруг студии Sweet Baby Ink и заявление одного из сотрудников этой уважаемой компании о том, что он хочет уничтожить игровую индустрию и избавиться от белой расы. Поверьте, будет интересно. Блядь, чё, у тебя есть другие гифки с самым... Но сначала мы поговорим о нашей любимой конторе замечательных людей, и для полноты картины нужно освежить в памяти недавние события. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Всё это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет? Донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Все вы знаете, что в последнее время дела у Sony шли, мягко говоря, не очень. Сначала скандал с Helldivers 2. Казалось бы, шикарная игра, миллионы игроков на ПК. Успех, Sony красавчики. Но нет, надо всё испортить и насильно заставить всех геймеров регистрировать аккаунты PSN для игры в Steam. А после, из-за скандала и недовольства игроков, вообще убрать Helldivers с продажи в 180 странах. И как итог, игра мертва и никому не нужна. Не, ну она вроде восстанавливается, просто... Ну, Sony немножко тупые, блядь. Я до сих пор помню эту хуйню. Вы обязаны все подключить PSN. Но, блядь, в нашей стране нет PSN. Тогда у вас нет Helldivers. Sony собственноручно уничтожили успешный проект. Потом провальный выход Concorde, который стал главным посмешищем в истории игровой индустрии. Типа Sony реально дебилы, блядь. ...и принёс Sony 400 миллионов убытков. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. После этого, мягко говоря, неудачный анонс PlayStation 5 Pro, на презентации которой не показали ни одной новой игры, но зато продемонстрировали неибическую мощность новой консоли в играх с PlayStation 4. И, скорее всего, они рассчитывали этим мувом обрадовать игроков, но что-то пошло не по плану, и жопы фанатов подорвались. 90... Не, просто рофл в том, что Sony сейчас отменяет все свои лайф-сервисы, потому что понимает, что это направление сдохло. Точнее, потому что они не могут сделать ни одного лайф-сервиса. Кроме Horizon Online. То есть, понимаете, насколько... Короче, Херман Хульст, который был главой Горилла, а сейчас ещё и глава PlayStation, вы понимаете, насколько у него большое влияние? То есть, даже Нил Дракман, создатель вот этой любименькой вот Last of Us 2, ему сказали, Last of Us Factions отменяем нахуй, ты хуёво сделал. И всё, блядь, он затерпел, что-то... Херман Хульст отменяет все лайф-сервисы, он такой, а Horizon Online не отменяем. Horizon Online остаётся. Horizon Online выйдет. Вы понимаете, типа, Horizon — это серия, которая... У неё есть фанаты, безусловно, она продаётся, потому что её суют, блядь, в коробку с PS5, её суют везде, блядь, этот Horizon, везде просовывают. Как вы думаете, будут ли люди покупать, блядь, Online Horizon? Засоси микрофон, пожалуйста. У меня есть большое подозрение, что люди в рот ебали Online Horizon. Большое подозрение, что всем похуй будет Online Horizon. Блядь, это хуйня так же провалится, как VR Horizon, блядь. 100% дизлайков, непонимание, зачем это нужно за такую большую цену, гнев игроков и тонны говна в сторону PlayStation. Sony постигла череда неудач. Игр нет, прошка никому не нужна, репутация компании на дне. Они объективно обосрались, и по идее нужно как-то из этого дерьма выбираться. Нужно показать что-то такое, от чего игрокам снесёт крышу и вернёт веру в компанию. Нужно показать хотя бы новые игры, а то это уже не серьёзно. Реально полгода сплошных провалов. И вот, наконец, презентация State of Play. Шанс Sony хоть как... Я, кстати, её не смотрел. ...реабилитироваться в глазах геймеров и показать что-то стоящее. И Sony, собрав волю в кулак, показывают ремастер первого Horizon, LEGO Horizon и новые расцветки PlayStation 5 Pro. Ё, яблон! И, наверное, в их влажных мечтах... Блин, PS5 Pro ещё не вышло, они уже новые расцветки показали. За совсем микрофон в Японии. ...должны были обрадовать геймеров, но на деле всё оказалось не так классно, как им хотелось. На каждом трейлере куча дизлайков, игроки в ярости, люди искренне не понимают, зачем и нахуя нужен ремастер Horizon и LEGO Horizon. А, пацаны, это же запрещено на Twitch, я осуждаю. Между прочим, у меня тот же вопрос, кому нужен ремастер Horizon в 4К ещё и за 10 долларов. У этого дерьма реально есть фанаты, которые будут это перепроходить. Не знаю, не мне говорить, потому что я фанат Старфилда. Так что я не буду говорить про то, что существуют или нет фанаты Horizon. Horizon это унылое, скучное, отсталое, неиграбельное говнище. Я пытался два раза пройти первую часть на ПК, меня хватило часов на пять. Это один из самых блеклых эксклюзивов PlayStation. Но, к счастью, одним Horizon Sony не ограничились, а то было бы совсем грустно. Главным анонсом этой презентации стала игра Ghost of Yotei, продолжение игры Ghost of Tsushima. Действительно громкий анонс, геймеры в восторге. Многие ждали продолжения этой замечательной игры, которая, к слову, продала стержум 13 миллионов копий и собрала вокруг себя кучу преданных фанатов. Геймеры счастливы, геймеры довольны. Трейлер приняли хорошо, куча просмотров, мало дизлайков, но есть один маленький нюансик. Главным героем второй части будет женщина. Опа. И на первый взгляд в этом ничего... Ну, чел. Ну, это стандартная хуйня. Франчайз начинает крутой мужчина, с которым можно себя ассоциировать, а потом тебе... Ну, блядь. Скажем так, я бы поверил в то, что это креатив десижн разработчиков, если бы Sony в то же время одновременно не нанимали нового работника по DEI. Да, там diversity, equity, inclusion, если бы актрисой не была... Ну, вы сами знаете, кто актриса, играющая в UTA. И если бы... Блядь, вот знаете, вот есть вот такая вот маленькая деталь. Ghost of UTA, она спустя 300 лет после оригинального Ghost of Tsushima. И по чистому совпадению... Чистейшему совпадению. Я не говорю, что разработчики специально это сделали. Чтобы соблюдать какие-то квоты на разные расы и прочее. Но ровно период 1600 какие-то годы, когда происходит Ghost of UTA, примерно в это время существовал я, суки, блядь, в Японии. Единственный черный чел в Японии. И это наводит на некоторые мысли. Это наводит на некоторые мысли. Удачное совпадение. Ну, смотрите, смотрите, дорогие друзья, просто совпадение. Есть просто совпадение. Но есть такая вещь, да, то, что я... У меня есть сомнения, что это продаться так же хорошо, как Tsushima. Потому что... У меня есть сомнения, guys. Что такого нет, согласитесь. Ну, женщина и женщина. Разработчики так видят продолжение. Это их дело. Тем более, за студией Sucker Punch не было замечено косяков и каких-то непонятных действий. Первая часть... Пока Herman Huis в руководстве Sony, guys, ожидайте миллиард таких мувов. Они просто по-другому не могут. Они не могут, блядь, сказать, ой, типа, сори, мы снижаем эту хуйню. Не, не, не. Пока Herman Huis у власти, так скажем... У вас каждая игра станет Хорайзеном, короче. Часть была классной игрой, без единого намека на повесточку. Игра была пропитана тестостероном и мужественностью. Но если бы все было так просто, я бы не записывал это видео. Вы же понимаете, это Sony. А значит, без ведра говна в этой бочке меда не обошлось. Буквально через 10 минут после показа трейлера, геймеры нашли актрису, которая озвучила и подарила внешность главной героине. И этой актрисой оказалась девушка по имени Эрика Иссия. Активистка, поддерживающая Sweet Baby Inc. И по совместительству обладательница кучи современных титулов, о которых она с гордостью пишет в своем твиттере. Квир, бисексуал, пансексуал, говно, залупа, гендерфлюид, борец с гомофобией и трансфобией. Ну что, фанаты Ghost of Tsushima? Бля, вот последнее, что ты хочешь, когда дело касается твоего нового супер-мега-блокбастера, в который ты вложил сотни миллионов долларов, это подобный скандал. Потому что это худший пиар, который можно получить, блядь. Это, бля, я не знаю, зачем. Почему каждый раз они там в этой хуйне, блядь? Ну зачем они ассоциируются, блядь? Лучше бы меня позвали. Как у вас дела? Нормально? Все хорошо? Она там, типа, историю рассказывала из разряда. Я играл в аркадных автоматах в какую-то ритм-игру. И ко мне подошел этот мужчина, который пытался со мной познакомиться. И я ему сказала, типа, если ты будешь мне мешать, я разобью тебя ебальник. И тут вошла моя, типа, крутая, фем-фатал, моя девушка. Моя гёрлфренд. И он сразу же испугался и съебался. И типа, топ-10 вещей, которые не происходили в реальности, блядь. Не думаю. И давайте я вам поподробнее расскажу все, что мне удалось узнать об этой замечательной игре и о том, кто такая-то Эрика Исия. Предупреждаю, фанатам будет больно. Во-первых, Ghost of Utah это не первый проект, в котором она участвует. За свою карьеру в гейм-индустрии она уже успела озвучить двух персонажей. Но есть один нюансик. Уважаемая Эрика озвучивает исключительно гомосексуальных персонажей и принимает участие только в тех проектах... Да. Типа, это буквально рофл из South Park, типа, put a chicken and make your gay. То есть, это буквально момент, когда, типа, у вас есть франчайз про сильного мужского самурая. Мы делаем новую часть, в которую пихаем сами знаете кого. То есть, Гайз, типа, я все понимаю. Но квир-актриса не будет играть девушку... Как это сказать? Цисгендерную. Короче, если актриса ЛГБТ, она не будет играть цисгендерную женщину. Где представлено меньшинство? Об этом... Натуралку, да. Так что вы понимаете, к чему это все ведет. Она сама рассказывает в своем видосе. К примеру, в новой части Dragon Age, в этой обоссанной пове... Кстати, да, она еще и в новом Dragon Age. Я так понимаю, она очень популярная актриса. В источной помойке она озвучила персонажа-женщину, которая будет лесбиянкой. И в Mortal Kombat 1 она также озвучила какую-то женщину-лесбиянку. Думаю, не надо быть супер-мега-детективом, чтобы определить ориентацию... Погоди, она че... Она сектор? Она, блядь, сектор? ...на героини Ghost of Utah. Идем дальше. На этом шизань заканчивается. В своем твиттере уважаемая Эрика призывает... Ну, кстати, погодите. Над Mortal Kombat 1 работала Sweet Baby Ink. Бля. ...средит финансирование полиции, потому что полиция это проявление доминирования белых мужчин над всеми остальными. Но сектор вроде бы... По-моему, она... Типа... Ну, я смотрел ролики из этого дополнения. По-моему, она на Бихана там запала, который, типа, стал дубом Сайба там. Короче, надо чекнуть. И вообще, все полицейские расисты. И как же уважаемая Эрика охуеет, когда узнает, что в 1600 году самураи в Японии могли быть полицейскими и активно привлекались на работу... Да, по-моему, она там как раз-таки натуралка. ...в органы правопорядка. Иронично, не правда ли? Борол... Ну, может, она, типа, чисто братская любовь, я хуй знаю. ...выблась против полиции, а сама сыграла персонажа, который, по сути, был полицейским своего времени. Но я Эрику не виню. А, да, эти классические... Надо отменить полицию. Бля, я не знаю, типа, почему люди Первого мира такие, ну, я не знаю, дебичи, что ли? Полиция должна быть закрыта. Полиция — это чисто расисты. Бля, пиздец. А что будет, если на тебя на улице нападут? Куда ты впервые побежишь? Бля, я просто ее нахуй не знаю. Ну, мы все понимаем, что у феминисток и активисток куриные мозги, и таких нюансов она знает. Бля, люди из Калифорнии просто больные, блядь. ...не могла. И чем больше я читал ее твиттер, тем сильнее я в этом убедился. Знаете, там все как по методичке. Финансирование ЛГБТ плюс сообществу, их поддержка. Заявление, что трансгендеры — это настоящие мужчины. Заявление, что инклюзивность — это круто и весело, и вообще искусство станет только лучше, если в него добавят инклюзивности. Разумеется, белая раса для нее — мусор. Это вообще уже стандарт для всех феминисток из твиттера. Если ты не считаешь белых мусором, то ты не феминистка. А в 2023 году она активно поддерживала бойкот Хогвартс Легаси, потому что это сексистская, фашистская и российская игра. Эм, при всем уважении, заявление хрень. Она недавно играла сектор, которая по сюжету прям явно была в отношениях с Биханом. Камон, либо они оба неровно дышали друг к другу. Я прошел сюжетку. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, это сейчас неровный момент, я согласен. Типа, в этом плане, возможно, Бубер несколько свел нас... Несколько нас запутал, что она там... Надо посмотреть все эти заявления, что она играет только ЛГБТ-персонажей. Вот, но... Типа, есть подозрения к Ютей, скажем так. Есть подозрения. А, кстати, после того, как общественность узнала о ее твиттере и о том, какие идеи она продвигает, уважаемая Эрика начала банить абсолютно всех блогеров, которые не согласны с ее идеями. Это бан, чучело. Причем, она банила даже тех, с кем ни разу не контактировала. Видимо, превентивно хуярила, чтобы не успели ей ничего предъявить. И что самое смешное во всей этой ситуации, актриса-активистка это еще не все. Кроличья на раз каждым часом становилась все глубже и глубже. Помимо бешеной активистки на главной героине, выяснилось, что главный гейм-дизайнер Ghost of Utah это мужчина, поддерживающий ЛГБТ-сообщество с местоимениями в описании твиттера. Ну, признаюсь честно, они там все с местоимениями и все поддерживают ЛГБТ-сообщество. Если ты спросишь хотя бы одного человека в PlayStation, поддерживает ли он ЛГБТ-сообщество, любого абсолютно, тебе, блядь, скажешь, что он его поддерживает, и у него, блядь, 10 футболок на каждый месяц с каждым цветом. Так что тут как бы аргумент странный, я считаю, потому что они там все ЛГБТ-поддерживают. Они не могут не поддерживать. Иди отсюда. Любой западный разработчик, блядь, самый главный поддерживатель ЛГБТ. Потому что ему нужна работа. Плюс ко всему, геймерам удалось найти еще трех разработчиков новой части, и у всех них есть местоимения в твиттере. Я подозреваю, что это обязательная хуйня в их студии, если честно. Западная игровая индустрия в пизде. И это пиздец. Если феминистка-актриса, это еще не стоп... Это че было, моя ебала, на хомлендере? Блядь, это так рандомно, нахуй. Пиздец. Если феминистка-актриса, это еще не стопроцентное доказательство, что игра повесточное говнище, то разработчики с местоимениями, это уже серьезный звоночек. Не, ну... Ну просто, мне кажется, здесь Sony виновата, если честно. Типа, если бы я хотел работу в Sony, я бы себе тоже местоимения, блядь, хоть все местоимения бы поставил. Хоть все флаги всех гендеров, чтобы найти себе нормальную высокооплачиваемую работу. Так просто работает западная индустрия сейчас. Ты с этим ничего не сделаешь. Ты можешь только адаптироваться и везде говорить, что ты поддерживаешь. Я больше скажу, когда бывают вот эти скандалы, то, что кого-то там типа хуйсосят какого-нибудь разработчика, что он там какую-то хуйню сказал максимальную. Когда разработчики другие приходят поддерживать его, это не потому, что они реально его поддерживают, а потому что если они... Ну, им нужно показать, что они лояльны, иначе их пизданут при следующих увольнениях. Я думаю, ни у кого не осталось сомнений в том... Типа, быть разработчиком западных игр сейчас в ААА индустрии это вечное минное поле. В том, что женщина главный... Я подозреваю, что у них распространена практика, не знаю, носить с собой карточки с именами и кого каким местоимением называть, чтобы не безгендерить, потому что тогда тебя вызовут, блядь, на допрос. Герой добавлены в игру не просто так. В студию разработки пробрались... Поэтому игры дольше разрабатываются, потому что половину времени, чтобы что-то спросить у программиста, нужно вспомнить, какого он гендера, блядь. ...мерзкие прогрессивные тараканы с ЛГБТ-флагами и протолкнули повесточку. Оно и неудивительно, потому что игра разрабатывалась в одно время с Человеком-пауком 2, второй частью Хорайзена и Годов Вар Рагнарёк. А что объединяет эти игры? Правильно. Обилие повестки, начало сотрудничества со Sweet Baby Inc, постный сюжет и куча душной пропаганды. И разумеется, всё это дерьмо распространилось на продолжение Гостов Цусимы. И знаете, мне искренне жаль фанатов этой игры. Вы не заслужили этого. Да, пока что всё не так однозначно. Трейлер действительно классный. Есть шанс, что там не будет повестки, игра будет годной. Возможно, взгляды Эрики никак не повлияют на главную героиню и её характер. Более того, внешне она очень даже подходит на эту роль. Но учитывая, как скатились игры, которые разрабатывались в то же время, надежда и вера в то, что Ghost of Utah будет нормальной игрой, улетучиваются. И как показывают... Не, просто... Sony сейчас нужен проект, в который они могут поверить. Sony нужен безопасный проект, который действительно заработает бабки. И который не разочарует фанатов, я бы так сказал. И безопасный проект в данный момент — это Ghost of Tsushima 2, где Дзин Сакай, типа, не знаю, там, с Сигуна там пиздится или что-нибудь такое. То есть тут все такие, ебать, охуеть. Вот. Они решили, типа, мы идём по идее призрака. И как бы круто. Ну, в принципе, в этом есть смысл. Типа, историю Дзина Сакая можно оставить такой, типа, как бы открытой концовкой, то, что он там что-то будет делать. Ну, чтобы историчность сохранить. А то, блядь, если сделать игру, в которую он там, не знаю, всё правительство перехуярил там в 1300-е годы, то, наверное, историчность немного бы проебалась. Вот. Но с другой стороны, ну, короче, тут будет интересно. Интересно, как они будут пытаться это продать. Практика. Наличие активистов в студии разработки — это очень плохое. То есть у них уже какой-то ассасин получается. То есть, по сути, Соня хочет свой ассасин скрид. Типа, в каждой эпохе свои ассасины, а у них не ассасин, а призрак. Типа... Ммм, интересно. Как минимум, первое впечатление уже испорчено, и геймеры в ярости. И вдобавок ко всем этим новостям масла в огонь подлил бывший глава PlayStation. На все справедливые претензии к актрисе и к студии разработки он ответил следующее. Если вам не нравится игра, не покупайте её. Блядь. Шон Лейден — это главный... Я не знаю, почему Соня нахуй его не... Просто, блядь, не засудит к хуям. Шон Лейден, он всегда появляется и делает просто лютую хуйню. Шон... Раньше там ещё какой-то случай был, буквально несколько месяцев назад. Сейчас он такой... Ой, если вам не нравится, не покупайте. Блядь, чел, ёп твою мать, эту фразу не надо произ... Эту фразу нельзя произносить. И это худший комментарий, который... Спроси, блядь, Electronic Arts по отношению к Battlefield 5, блядь. Сколько раз они пожалели, что спизданули эту хуйню. Можно было дать по этому поводу. Такой долбоёб, я в ахуя. Как же он удивится, когда геймеры реально последуют его совету и не купят... Блядь, честно... Просто если ты говоришь людям что-то не делать, а не трудить... ...пот эту помойную, сживешную парашу. В очередной раз, кстати, нашлись клоуны, которые начали защищать игру. Например, Антон Логвинов. Ты выйди со мной раз на раз! Они... В смысле клоуны? На ютубе выёбывайся! Император верхнего интернета вернулся и сразу же начал вылизывать жопу Сони. Но если честно, у меня к Антону претензий нет. Он легенда. Он хотя бы за это получит чемодан денег. Главные клоуны... Не, Антон ничего не получит за это. Антон просто, блядь, больше пожил, чем мы. Антон больше знает. Так что, блядь, тут нахуй лучше лишний раз варежку не развивать, я считаю. Во всей этой ситуации, это соевые очепенцы из твиттера, которые начали обзывать всех недовольных расистами, сексистами и инцелами. Мол, геймеры боятся женщин в играх и предвзято к ним относятся. Так, я не понял, в чём проблема. Поэтому они не приняли Ghost of Utah. И да, я вынужден отчасти согласиться. Геймеры действительно предвзято относятся к активисткам, которые пишут в твиттере всякую хуйню про белую расу и пытаются залезть в игровую индустрию, чтобы продвинуть здесь свою ЛГБТ-БЛМ-повесточную движуху. К таким мы действительно относимся хуёво. Им не место в игровой индустрии. И дело не в том, что она женщина. Что-то я не припомню, чтобы к актрисе и Стеллар Блейд негативно относились. Причём Sony проводила кастинг на главную роль среди Нормальных, опытных актрис, которые не были замечены в поддержке меньшинств и прочих приколов. Я осуждаю вообще всё это видео. Но они получили отказ и роль досталась активистке. Видимо, кто-то замолвил за неё словечко. Не будем показывать пальцем, но учи... Ну, бля, ну окей. Давайте рассудим с точки зрения руководства Sony. Мы нанимаем левых активистов в штат. Ну, типа, по квотам нам нужно нанять вот таких-то, таких-то, таких-то. Ну, блядь, ну, квоты, диаи, блядь, все знают про эту хуйню. Это уже ни для кого не является секретом. Нам нужно, блядь, нанимать людей по квотам. Это, как правило, левые активисты. Но мы хотим разрабатывать игры. И нам нужно, чтобы коллектив был, ну, блядь, нормальный. Чтобы, ну, в плане коллектив был дружный. Люди могли сотрудничать. Поэтому нам придётся весь коллектив левый нанять. Потому что если мы наймём каких-нибудь там, блядь, этих... Как они называются? Традиционалистов, да? Да, каких-нибудь там правых чуваков. То у нас будут разборки в студии. Нам это не нужно. Так что нанимаем весь левый штат. Ну, блядь, в итоге, сами понимаете, что из этого выходит. Нет никакого консерваторов, да? Новая главная героиня, скорее всего, забит джин и сакая бамбуковой палкой на глазах у игрока. Потому что он мисс Ген Дирил Манголов. Да, то есть, типа, по сути, ну, нет никакого шанса на то, что будет какой-то... Вот как с Конкордом вышло, то, что никто возразить не мог, потому что все, типа, за одну идею. Но тех, кто поменьше за идею, они такие, блядь, я не хочу, чтобы меня уволили, я не буду ничего возражать. Без further interruption, let's celebrate and suck some dick. То есть... Кудет, как дела? Нормально, нормально. Говорят, что в споре рождается истина. Вот. А когда все в студии, блядь, в одной... Ну, в одном колене мыслят и боятся что-то возразить, чтобы, блядь, не вырваться из общего течения. Нет, нет ни конфликта, ни истины. Выходит, блядь, Конкорд. Вот это плохо. Учитывая ее связь со Sweet Baby Ink, становится понятно, кто ее пропихнул на главную роль. Знаете, после истории с Конкордом, я думал, что Сони одумаются и сделают какие-то выводы. Перестанут взаимодействовать со Sweet Baby, например. Но, походу, нет. Конкорда им не хватило. И мне уже начинает казаться, что Сони специально уничтожает свою репутацию. Они недавно начали усиленный набор сотрудников в повесточный отдел. Зачем, почему, никто не знает. А тебя это ебать не должно. Нанимать консультантов по повестке, из-за которых отчасти и провалился Конкорд, это худшее решение, которое можно было предпринять. Это какой-то сюр на уровне Соус Парка, реально. Какие-то проблемы. Мы обсуждали, что сделать с новым. Вставить бабы, чтобы была лезвой. Я отказываюсь верить, что это не специально. Это либо ход гения, либо главе компании кто-то на ушко нашептывает свои охуительные идеи, либо руководство просто сошло с ума и хочет самоуничтожиться. И тогда, в том, что они продолжили сотрудничать со Sweet Baby после всех провалов, действительно есть логика. И мы переходим к следующей пиздецовой новости, о которой я хотел рассказать. Недавно на Западе... Кстати, вы слышали, что вышла новая DLC для Suicide Squad? Там добавили черную женщину, короче. Очень малоизвестный персонаж, но... Вам же точно хочется вернуться в эту игру ради нее. Блядь, они Deathstroke'а закинули, по-моему, на четвертый сезон. Блядь, я не уверен, что этот сезон будет. Сгорелся скандал из-за презентации сотрудника Sweet Baby In, которая была показана на игровой выставке для прогрессивных разработчиков, и которую он любезно выложил на свой маленький YouTube-канал. И в этой презентации он прямо заявляет, что его цель работы в компании Sweet Baby это сжечь игровую индустрию и доказать, что игры это не лучшее пространство для белой расы. Это прямая цитата из его доклада. Ничего не вырвано из контекста, нет никаких скрытых смыслов. Я полностью посмотрел его видос и он не рофлил. Если честно, я просто в ахуе. Вам еще нужны доказательства, что все они наглухо отбитые шизоиды? Я думаю, нет. Их цель уничтожить игровую индустрию, и теперь они даже это не скрывают, а наоборот, гордо повествуют всему миру. К слову, этот уважаемый сотрудник работал над God of War Ragnarok и над кучей других проектов. А теперь представьте, что такую презентацию сделал бы белый мужчина по отношению к темнокожим. Да его бы четвертовали и обоссали. А этот парень спокойно продолжит работать в геймдеве, и ему ничего не будет. Подведем итоги. Sony на данный момент объективно одна из худших компаний игровой индустрии. Sony это ярчайший пример того, к чему приводит отсутствие конкуренции. Они обленились, они выиграли консольную войну и теперь делают, что захотят. Повышают цену на игры и консоли, продают подставки и дисководы за кучу бабок, делают посредственные игры, и если это продолжится, Sony ждет печальный конец. Да, сейчас они еще не до конца проебали свою аудиторию и репутацию. Не, ну, я слышал новости про то, что ебать там работников Sweet Baby Inc. уже не принимают на работу нигде, вот это вот все. И как бы, понимаете, у вот этого консервативного противоповесточного сообщества есть такая проблема, то что они все пытаются подать как победу. Потому что мы победили повестку, никто не принимает, разработчики не хотят принимать те, кто работал с Sweet Baby Inc. Блядь, там буквально был один какой-то чел с маленькой инди-игрой, который своего знакомого не захотел принимать, чтобы его игру не начали в Твиттере травить. И этот знакомый рассказал эту историю на стриме, и это выдернули, и начали говорить, типа, вот никто не принимает Sweet Baby Inc, блядь, на работу. Я вижу это, блядь, в десятке пабликов, там, в пекарне, на 100, там, 200, 300к в пабликах, там, все, Sweet Baby Inc, блядь, победили уже, нахуй, вот буквально все, блядь. И типа смотришь на это, бля, ГАС нет, нет, их нанимают, и они существуют, они могут поменять свое название со Sweet Baby на, блядь, с Old Baby, блядь, в любой момент, и типа этих компаний миллиард, и они все сидят там, блядь, и портят ваши игры, пока вы, нахуй, сосетесь с вами член, что там, блядь, какой-то чел, другого чела не принял. Пиздец, на самом деле, шо, блядь, повесточники, шо, антиповесточники, пиздец, стоят друг друга во многом. Очень, очень странная хуйня. Как минимум, GTA 6 точно поспособствует продажам пятой прошки. Плюс, инсайдеры говорят, что скоро Sony действительно удивят игроков, и кучи игр они держат в строжайшем секрете, и скоро они их покажут. В такие вещи надо просто верить. Но, если честно, я в эти сказки не верю. Sony бои со... Это как... Ну, во многом это, на самом деле, олицетворяет ситуацию в Америке с либералами и консерваторами. То, что, типа, вроде как консерваторы более-менее разумные челы. Такие, ну, типа, норм чуваки, такие мужчины. А либералы, ну, соевые, соежаки ебаные. А потом чел-консерватор начинает говорить, типа, что-то там, вот, там, про бога, про то, что там аборты, это вообще зло, там, убийство. Бля, нахуй, идите нахуй со своей Америкой, вы стоите друг другу поедете в рот ваш ебал. Сайт, без негатива, ПК-платформа Королей, Гейб Ньюэлл Красавчик, подписывайтесь на Телегу, там сейчас проходит розыгрыш фисташек. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки, всем пока. Под залупой творог собрался, ребята, медуза распустилась совсем, надо ее подровнять и под залупой творог собрать. Вот, дорогие друзья, да, я думаю, что пора уже заканчивать, уже... Погодите, еще 20 секунд, у меня будет 4.20. Вот, да, гейс, Бубр, ну, в принципе, not bad, not bad видос, пока я в отъезде, not bad, not bad видос, чел, not bad. Скидываю в чат, пацаны, подписывайтесь на Бубра. Спасибо.